На вопрос, со скольки лет отдавать ребенка в художественную гимнастику, тренеры отвечают с трех. Считается, что это очень ранний вид спорта. Уже в 14-15 лет девушки выступают на крупнейших мировых соревнованиях и имеют разряд мастера спорта. Дарья занимается гимнастикой Воденцова у тренера Елены Манджос всего 4 года. Но она ставит перед собой высокие спортивные цели. Сначала хочу стать кандидатом, потом мастером и если получится идти дальше. Своё выступление на ковре юная гимнастка оценила весьма критично, но впереди у неё ещё были другие виды программ. У меня был предмет мяч, но я сделала не очень, у меня было две потери. Юные гимнастки также показали своё мастерство с лентой, булавами, обручем и скакалкой. Как и на взрослых турнирах, судьи ставили оценки по десятибальной системе и двум критериям – сложности и техники исполнения. Эти соревнования проводятся для того, чтобы сформировать команду на первенстве Московской области. Групповые у нас едут и так, без всякого отбора. А вот по программе кандидатов, мастеров и первого взрослого разряда идёт отбор, потому что деток много, есть и хорошие детки. Вот выявить сильнейших детей и сформировать команду для участия в Московской области. По словам главного судьи, занятия художественной гимнастикой полезны для молодого организма. Базовые упражнения формируют мышечный корсет и правильную осанку, развивают ловкость и координацию. А ребёнок растёт гибким, сильным и выносливым. Мила Тарасевич, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова».